МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Мне даже двух лет не было. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А у меня целое, свое, натуральное. Ну, а потом собирали детей в приют в Ленинграде, детский дом. А потом уже в Омск привезли. Всю жизнь в Омске, всю жизнь, всю жизнь в Омске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажите, а что вы чувствуете вот в такие дни, когда вы собираетесь в память, не хотите плакать? А вы знаете, как-то комок такой, в горло, и плакать хочется. Вот до сих пор прямо. Как только вспомните, и сразу слезы на глазах. Когда началась война, мне было 7 лет. Конечно, все эти ужасы, все в памяти до сих пор. Ведь ни один город не испытал такого страдания, как Ленинград. Даже в мире не было. Все 900 дней без воды, без света, без питания, без всего. Так же помнится, как люди шли и умирали. Мой папа работал на заводе Сталина. Его на работу на войну не взяли, потому что бронь была. Вот сначала он приходил домой, потом в другой раз не успел дойти до дому. Пока идет тревоги, надо обратно ворачиваться. А в феврале 42-го года он пришел, его привезли, он уже не смог работать. И в конце февраля он у нас умер. Вот я помню, как за наши две карточки, нас две еще, у меня сестра помола уже на два года. За наши детские две карточки мы его похоронили на Богословском кладбище. Помню, что и соседи помогали, везли на саночках его. Все-таки похоронили не в общей могиле, где всех хоронили, а похоронили вот отдельно. Потом помню, как мы выезжали в 42-м году летом, когда нам дали уже удостоверение выехать. Помню, как вот нас тоже провожали, потому что мама заболела, уже у нее водянка началась. До Филянского вокзала тоже нас соседи провожали. И потом уже по Ладожскому озеру повезли неизвестно куда. И везли целый месяц. И привезли нас в Новосибирскую область, станция Ояш. Поселок Престанционный вот мы жили. Вот по пути, пока поезд шел, он же стоял и везде много, потому что пропускали, которые шли на запад поезда. Помню, что вот один раз нас всех, кого вынесли, кто сам вышел. Мы же все были, знаете, вот такусенькие все. Так мы так радовались этой траве, этим цветам. Тишина, спокойствие было. Ну вот, а потом обратно, когда кончилась война, опять был вызов приехать в Ленинград. Уже мама не поехала с нами. Ей прислали вызов с Костромы, с ее родины. Мы поехали в Кострому. А все-таки Сибирь притянула. Замуж сюда вышла и приехала. Всю войну я провела в Ленинграде. Меня вывезли в июне 45-го, когда закончилась война. У меня даже стихотворение есть. Скажите, зачем наказали, лишив родного гнезда? Нас вывезли из Ленинграда, когда закончилась война. Есть стихотворение такое. Вообще, я всю войну была там. Мама с сестрой умерли. Мне было третий год, когда мама умерла со старшей сестрой. А я осталась живая. И меня унесла дворник. Так речка детского дома. Но вообще не брали здесь карточек хлебных. Но меня взяли. И я осталась живой. Привезли меня в Тюмень. А 60 лет я живу в Омске. И мне этот город как вторая родина. Я люблю город этот. Я люблю и дарю ему и стихи, и песни. Я люблю и дарю ему и стихи. Я люблю и дарю ему и стихи.